Дайте я мальчики протру. Я все время теряю эти штучки. Какие очки? Нет, штучки для протирания очков. Недавно носите, видимо. Пожалуйста. Так я вас гораздо лучше вижу. Конструктор машины времени, который переносит в прошлый Элеват. Режиссер, создатель масштабного проекта, кинопроекта Дау, недавно стал художественным руководителем мемориального комплекса «Бабий Яр», «Холокост» в Киеве. Это же не кино. Почему? Вот вы, интересно, сказали вначале про то, что про машины времени, которые переносят в ад. Это интересно, что в ад может переноситься временем. Потому что кажется, что ад и рай, они не связаны со временем. Они существуют же вне времени. Но, как выясняется, особенно это выяснялось во время жизни наших родителей, и дедушек, и бабушек, что бывают такие моменты в истории, когда ад расположен во времени. И вот, собственно говоря, «Бабий Яр» — это и есть история про проклятое место и про ад, расположенный в конкретном месте, в конкретном времени, который один раз случился, а дальше уже длился, потому что... Значит, понимаете, как это место сейчас выглядит. Вы были там когда-нибудь? Да. То есть она выглядит, как помойка. То есть там есть несколько улиц, две улицы отремонтированные, мощенные, значит, там, с какими-то фонариками. Когда делается шаг в сторону, то помойка, на которой валяются черепа, кости в перемешку с пустыми банками. Это реальность. Вы нашли детский череп, когда только начали там работать. Детский череп, несколько дней назад мы нашли еще череп. Мы стали убирать всю территорию сейчас. Мы каждые несколько дней что-то находим. Ты понимаешь, что было вот одно преступление, то, что там все произошло, а другое, это как преступление, в котором мы живем все, и мы в этом смысле все являемся... Хотя я ненавижу обобщение со мной, но под всеми я имею в виду всех советских людей. А мне кажется, все, кто родились и выросли в той стране, являются советскими людьми по-прежнему. Вот это преступление, как бы невозможность удерживать в памяти связанную картину прошлой жизни, за которую ты отвечаешь внутренне. Вот это как бы неудержание позволяет вещам случаться. Потом в какой-то момент кто-то спохватывается, начинает совершать шаги в момент времени, становится героем и справедливо. как вы героически боролись за своего мужа, да? Да. Изначально ведь от этого, да, все пошло? То есть люди оказываются вот в этом совершении подвига в момент времени. А потом опять вся система нашей жизни нас отбрасывает вот в это вот странное пространство, где еще считается так, что и не нужно помнить. А если то, что можно не помнить, можно это трактовать по-другому. Как может Баби Яр по-другому трактовать? Ой, вы знаете, это сейчас, во-первых, сейчас это, мне кажется, происходит везде в мире и со стороны и российской, и польской, и американской. Все вдруг начали переосмыслять, так сказать, историю, как называется, переписывать ее. Каждый день вдруг переписывать. Но в этом смысле, мне кажется, что из-за того, что в Баби Яре до сих пор нету места, где люди могли что-то чувствовать, переживать, да? Знаешь, что в Баби Яре находится тир, например? Так, а стоишь у миноры, ты слышишь звуки выстрелов. Потому что люди в тире тренируются. Ровно там, где все это происходило. В месте, где должны были раздавать информацию, собственно, о Баби Яре, о событиях там, поставил город, поставил, выделил площадку и поставил киоск. В этом киоске предприимчивые горожане сделали шаурму. И в дни годовщин там можно получать информацию, вот это два дня, 29-30. А в остальное время там можно покупать шаурму. Особенно в сочетании с тем, что мы знаем исторически, что примерно 70 тысяч человек там сожгли, и что весь воздух был полон этим запахом и так далее, то образ горелого мяса, так как и протест того, что мы предложили переименовать станцию метро в Баби Яре. Потому что станция метро находится буквально на расстоянии 20-30 метров. Станция Дрогожичи. Переименовали ведь уже? Нет, нет, нет. Дискуссия идет? Началась страшная дискуссия, потому что люди говорят, есть кто поддерживает, а те, кто не поддерживает, говорят, ну как же, мы придем? И что, мы живем на станции Баби Яр? И что, я сказал, мы пойдем выпьем пиво на станции метро Баби Яр? Или как это вы себе представляете? Да, но вы там живете, вы живете в Баби Яре. Ну, дома построены на месте, где был сырецкий лагерь концентрационный. На этом месте стоят дома. Потому что, понимаете, таких еров-то ведь было немало и есть. Мало. Но так получилось, что Баби Яр все знают. И когда ты говоришь на Западе, любой приличный человек знает, что такое Баби Яр. К сожалению, когда ты говоришь в Украине, не всякий человек знает. Да, но Баби Яр это не кино. Баби Яр это не кино совсем, нет. Почему вы бросили кино? Вы бросили кино? Нет, я ничего не бросал. Я доделывал проект Дау. И сейчас его еще, так сказать, какие-то продукты доделываю. Но так получилось, что в Лондоне я стал много общаться с Михаилом Фридманом, который является одним из доноров этого проекта. Проекта Баби Яр. Проекта Баби Яр, да. Проекта Баби Яр. И в какой-то момент меня Фридман и Хан Пинчук попросили посмотреть, как это сделать интересней, как про это еще можно подумать нестандартно. Потому что для них это личная история совсем. У Хана там 13 человек. Лежат он из Киева. У Германа Борисовича. Ну вообще для любого еврея эта история личная. У меня мама тоже, собственно, убежала от Холокоста в 41-м году. Поэтому из Украины. И для любого человека это такая на самом деле. Как только начинаешь про это говорить с кем-то, тоже такое интересное, как только начинаешь про это говорить, то любой человек, любых взглядов, вот если у меня есть что-то живое, ты мгновенно оказываешься в очень важной территории какой-то. Там мгновенно внутри человека активируется. Когда ты начинаешь говорить про Баби Яр. Ну что там на самом деле происходило, что там должно происходить. Это такой проект, которому как бы нельзя не помогать. Потому что это такой подарок. Антисемитизм, антисемитизм. Он сейчас есть? Да. Абсолютно есть. Процент. В России, в Германии, в Англии, на Украине, в Украине? Многие украинские деятели, еврейские утверждают, что его нет. А некоторые все-таки говорят, что он есть. Мне кажется, все-таки не девается. Но в активной форме этого точно нет. Антисемитизм в Украине сейчас. Как и в Германии. Я не считаю, что в Германии многое изменилось. Понимаете, исторически Гитлер был только что. Просто только что. Мы с вами родились после войны. Это было просто только-только. Мы же помним, что было 30 лет назад. Конечно. То есть наше расстояние. То есть мы понимаем, что это было вчера. Как люди могли так принципиально поменяться? Но надо сказать, что Германию заставили поменяться. И заставили. И они через это прошли. Через это признание, прохождение через вину. Но это был неосознанный акт. Точнее, их заставили осознать. Например, что-то стали войска. Английские, французские, советские. А вот в Украине, мне кажется, сейчас есть уникальный шанс того, что можно пройти через этот тип покаяния. То есть признание. Не раскаянившим. Не в чем каяться. Не убивали никого. Эти люди живут там. А пока они как прохождение через что-то. Они сейчас могут пройти, куда-то выйти. В России это невозможно. Наверное, будет долго невозможно еще. Не потому, что Путин плохой или хороший. А ввиду уже существующих маковиков и механизмов сознания, отношений с прошлым. А в Украине вот сейчас есть это окно. Вот это как форчик оно открывается. И что если есть что-то, что катализирует этот процесс, что-то этого механизм, то можно куда-то вырваться. И вот в этом смысле Бабияр может быть таким проектом, который это катализирует. Ну вот у вас в Дау, в финале, именно нацик, националист, тесак, Барцинкевич перерезал вместе со своей бандой все, собственно, население шарашки. Всех обитателей остались только свинья. То есть это близко к антисемитизму. То есть это нацик. Хотя тесаку, да, конечно, до нацика еще учиться и учиться. Ну, понимаете, мне кажется, что, ну, во-первых, мы говорим про определенный тип сознания и определенный тип жизни, который порождает дальше действия. А эти действия порождают дальше уже следующее сознание. Вот когда есть такой механизм, да, вот я так думаю, вот я так чувствую, я так дальше свое действие, и через инициации начинается движение. Ведь Гитлер не был Гитлером, пока он не сжег Рейстак, пока он не сделал, пока не существовали Стальные ночи, пока не были, были шаги, понимаете. Сталин не был Сталин, но он банк, почему он был грабитель, банк ограбил, с ребятами, да. Ну, шаг за шагом, за шагом что-то инициативу. Мне кажется, что такой, как бы, процесс, он, во-первых, сейчас в мире идет. Эти шаги, больше заметны или меньше заметны, они происходят. Они происходят и в прекрасной, но и любимой Германии, ну, потому что, при том, что АФД находится там, где она находится, я здесь учился в начале 90-х годов, это невозможно было себе помыслить. Помыслить это невозможно было. Про Гитлера, пронести имя Гитлера было невозможно, просто люди цепенели. А сейчас это все двигается, двигается, и масса как бы приличных людей объясняют себе, что, в общем, ну, да, нет, это не про это, но это про то. И вот этот, как раз, механизм у нас дегенерации показывается. Так же, как это происходит в России, в другое направление. Где, да, вот это вот, вот это вот нахождение такого компромиссного, сложного, и так далее. Как Тесак, настоящий же Тесак снимался, как он снимался с бандой? И вы знаете, кто он. Да. Ему дали после съемок, не за съемки, за ваши 10 лет, но вот, вот, вот как? Я подробно читала все, что можно было прочитать про финал, про хорошо стоящую пипиську у Тесака, как он трахает буфетчицу, а потом режет ее и так далее, да, ну вот, вот вы, бог на площадке, вы все это видите и допускаете, простите. Вы сейчас про что, про, 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 про стоит? Про, нет, про стоит тоже. Я допускаю, чтобы у всех все стояло. Ага. Да. Как, каково это снимать банду националистов в проекте, который не документальный все-таки? Ну, понимаете, во-первых, я, у меня еще чекисты снимались, это были директора, руководители исправительных, так называемых, исправительных учреждений. Ажипо, он же один из главных героев. Мужской тюрьмы был, Ажипо был заместителем, он был заместителем начальника следственного изолятора по следственной работе, а до этого был заместитель начали колонии по воспитательной работе. Он играет сам себя? Вы понимаете, это очень сложная, сложная конструкция. Он играет себя и не себя. Он был человеком крайне жестким, ясно. я думаю, что у него там он мог далеко ходить в разную замначальника СИЗО по следственной работе. Самый-самый. Ну, это самый. Самый сок. Годы. Вот. Но Ажипо еще был человек, переживающий про человека и очень тонко человека, чувствующий. И, видимо, поэтому он и пил сильно, потому что все-таки он еще переживал что-то про себя в этой жизни. Вообще, он был довольно сложный человек, он скончался несколько лет назад, который много рефлексировал относительно самого себя, как ни странно, что я абсолютно не предполагал изначально его находя. Это видно по фильмам, потому что в статьях, которые вы цитируете, в основном описывают стойкость и ножи, а там есть много других слоев, как бы, не менее важно. Вот. И здесь история про то, что все эти персонажи, какие бы ужасные вещи они не делали, они все просто люди, божьи твари. Есть еще такое измерение, в которых можно смотреть. И вот в этой части, где они люди, и спрашивают, например, как я договорился с Чисаковым, то есть, когда ко мне пришла моя ассистентка, я сказал, найдите мне молодых, так сказать, резких молодых ребят. Она говорит, вот неонацист. Я говорю, как, посмотри, я еврей, у меня полгруппа евреев, он же с Магиндованной ходит. Тут в чем ты говоришь? Я пробую с ними договориться. Такая вера легче. Они вас с удовольствием зарежут. Ну, и вот вначале появился Максим один, потом он приехал еще с несколькими людьми, и я начал с ним разговаривать. я пытался найти такую территорию человеческую, некую линию человеческую, по которой с ним можно договариваться. было ясно. Я сразу бы сказал, какие у меня взгляды, какой у меня национальности и все прочее. Но, видимо, есть такие заповедники в душе у человека, даже в очень искаженной, внутри которых ты можешь что-то начинать, что-то в тебе оживает. И в этом смысле разговаривать про этот проект и про то, что мы рассказываем про картину мира, и в ней есть разные элементы, разные силы. Так мы ее описываем. Я просил убрать всю риторику нацистскую и националистическую осталась только на уровне евгеники, наукой, которой они увлекались. Ну и дальше, собственно говоря, они проществовали в начале небольшой группы. Я понимал, что это будет вести к разрушению. Мы в эту сторону двигались. Но весь механизм, как интеллигенция, те, кто прожили в этом несколько лет по факту и 30 лет по мифу, по истории, как люди реагируют с ними, вступают в отношения, сговариваются, не любят их, презирают, потом начинают себе объяснять. Этот момент объяснения себе. Принятие. Принятие, вступление в эти отношения. и к чему это приводит, и как эти силы и энергии работают, мне кажется, это у нас довольно любопытно показано. Но я, вы знаете, я должен сказать, могу сказать, самую непопулярную вещь. Мне многие говорят, как ты мог подавать руку нацистам, вот в Москве особенно любят спрашивать, а как вы можете в государственных средствах массовой информации работать, вы там зарплату как получаете? Легко, с удовольствием. Я в этом смысле волнусь, что эти люди разные, подчас действительно страшные. Внутри вот того правила, в котором мы были, они создали свой уникальный автопортрет. И они, и чекисты, и все они внутри этого заповедника существовали в приятии. Потому что там уже одновременно находились раввины. То есть, все то, что не может соединяться. Шаманы. Да. Оно все соединялось и все как это в мире и что, так или иначе, друг друга в момент времени в этом новом ковчеге друг друга принимало. Поэтому я отношусь к ним, ко всем в точке работы на этом проекте с приятием и с благодарностью. Включайте САКА. Ну, вы думали о том, что полковник КГБ приглашает, дает жизнь нацикам. Да? дает, что и на самом деле происходит в России. Да? Это же тоже спецпроект. Это же движения националистические, они в России не просто так часто возникали. Ну, понимаете, они же сейчас возникают везде. Это же, это же ведь тоже, понимаете, эти все движения возникают везде. В этом смысле, конечно, мне кажется, что, ну, вот я сейчас в Украине провожу много времени. Это вообще очень интересный момент, как в момент глобализации вдруг возникают такие острые националистические идеи, движения. И что это за тип войны, будучи предстоять между этими этими группами, да? В тот момент, когда мы снимали, например, это была очень сильная организация националистических. Я не знаю, что сейчас с ними сейчас, но в России, вот, например, 10 лет назад это была мощная, разветвленная система. Уже нет. Выкашены. Выкашены все. Ну, видите, значит, видите, как хорошо борется российское государство с националистами? С группировками, которые они не могут контролировать. Но в какой-то момент казалось, что это прям большая сила, так, когда мы снимали. Но она была абсолютно невидима в тот момент. Ну, собственно, дело сети, сейчас новое величие, это то же самое борьба с, анархистами, с другими, с леваками другими. То есть правый фронт разгромлен, теперь мы беремся за левый. После неонацистов антифашисты. Громятся, да? Ну, конечно. Конечно. Ну, это, я не знаю, здесь, вы здесь сколько живете? Уже год, два? Почти три. Ну, Берлин-то спокойный город, в нем нет таких националистических, да? Есть. Есть, да? Мой друг турок, и я все это прекрасно, прекрасно чувствую, когда мы все вместе появляемся. Да? что белое, белое и темное, или что? Вот поэтому все интересно. Или русское и турок? И то, и это. Ну, к русским вообще, понимаете, вот я, например, в Украине очень сложно быть человеком из России, в Украине, например. Это, конечно, грустное ощущение. люди реально не хотят говорить по-русски, они действительно не хотят читать русскую литературу, это бред, это безумие. Но ты понимаешь, что исторически это так сложилось. И вот в этот момент, это же чем является? Это является национализмом, или это является результатом всей этой политики имперской? Хрен его знает. Ну не будут, я думаю, ну не будут они читать 20 лет русскую литературу, ну ничего страшного, потом почитают, если они должны национально саморазвиваться. Здесь непонятно, где эта грань того, чтобы не быть, чтобы случиться самостоятельно, и где точка, когда это становится уже националистическим, агрессивно атакующим что-то другое, агрессивно атакующим что-то другой сущностью. Так сейчас все непонятно. Слушайте, а вы всерьез судитесь с Минкультом России, что вам не дают прокатное удостоверение? Да, абсолютно. Не дадут. Почему? Я думаю, что дадут. Почему его не дадут? Потому что секс между мужчинами, настоящий секс в кадре, вас обвинят в изготовлении, распространении порнографии. Вы таким выдавались про сексуализм говорите, мне очень нравится. Пропаганде гомосексуализма, конечно, в пропаганде гомосексуализма, в пропаганде, я не знаю, там, инцестов. Вас не посмотрят в России в ближайшие десятки лет. Ну, я, вы знаете, во-первых, Россия страна чудес. Это право. Как мы знаем. Поэтому, и страна нелинейная, поэтому никто ничего не знает. Я пришел в министерство, поговорил с, поговорил на департаменте кинематографии госпожей Любимовой, нынешним министром, и попросил ее о том, чтобы мне все-таки выдали разрешительное удостоверение, чтобы еще в этом момент мы не получили отказа. Только что Любимова сказал, что подумает, как помочь, была очень доброжелательная, так сказать, ваша тезка. И через некоторое время мы получили отказ, при этом с обвинением в уголовной, с уголовной статьей, 2042-я часть первая. Значит, пропаганда порнографии. Нет, изготовление и распространение. И там есть еще одна часть вовлечения в производство порнографии. Вовлекли Тесака, глусетчицу? Современный человек в России, в Министерстве культуры, еще считает, что он имеет его право судить по всем направлениям, в том числе легальным, с чем я поспорил. То есть я написал письмо министру культуры, открытое письмо потому что я знаю, что он мне не ответит. Еще Мединскому? Мединскому, да. О том, что я прошу, считаю это глубоко несправедливым, потому что в этом проекте участвовали такие выдающиеся деятели мировой культуры, как Ромео Костелуччи, Теодор Курендис, Нобелеский лауреат Дэвид Гросс, его озвучивали Шарлотта Рэмплинг, Вильям Дефо, Изабеля Джани, Изабель Юпер, Ханна Шилу и так далее. Вы не можете сказать, что эти люди занимаются пропагандой и порнографией. Это глубокое оскорбление мировой и отечественной культуры. И является ошибкой. Я попросил собрать комиссию соответствующих экспертов, чтобы они на этот проект по-другому взглянули, дали ему свою экспертную оценку и выдали мне прокат удостоверений. Вот это я получил предложение. Предложение отправиться в суд, если у меня есть на эту тему вопроса. Так я человек очень законопослушный, то я и подал в суд на министерскую культуру. Я верю, что, я как ни странно, я верю, что этот суд можно выиграть. Люди меняются, министр другой. Если это страшная преступная ошибка, я считаю, что министерскую культуру совершает преступление против собственного народа. Они же, в принципе, кто такие? Они обслуга. Наняты народом обслугой. Почему они принимают решение, что народ будет смотреть, что они не будут смотреть? У нас в Конституции свободы, творчество, цензура запрещена. Это все прописано. Обвинять это в пропаганде порнографии нельзя, потому что это этому не соответствует. Это меня никакой не соответствует. Жестокое обращение с животными. Резать часаком свинью медленно в кадре. Не медленно режешь, но режешь, что я бы быстро перерезал ей горло. Ничего там нет никакого. Все это мифология, понимаете? Эту свинью бы, ее бы зарезали бы месяцем позже, или ее бы зарезали. Ну, мне кажется, история не в том, что свинью зарезали, а история в том, что в этот момент возникает ощущение насилия и права одних это проделывать с другими. В отношении свинья является скорее образом человека. Вот то, что это акт убийства, это убийство происходит в доме. На глазах у людей, которые не должны быть свидетелем этого. Потому что интеллигентные люди не видят этого, понимаете? интеллигентные люди не видят, они же не бывают на бойню, но в рестораны ходят как-то, с этим они справляются более-менее. Когда в ресторане вот так приводит мясо, они как-то это могут пережить, но на бойню это невозможно. Вот вдруг на глазах этих людей с высоким моральным уровнем, с пониманием про все. Я вот сейчас беседовал, я сейчас начал давать интервью, вот несколько дней, получил невероятное удовольствие. Особенно с российскими журналистами. Они все беседуют бесконечно про мораль. Вот эти сотрудники государственных каналов и не государственных, у них такой высокий моральный, они невероятно беспокоятся о моем низком моральном положении, о моих границах, рамках. Это очень трогательно. Акты, которые происходили на территории нашего проекта, акты или страдания, а люди эмоционально страдали, страдали на самом деле. И в этом смысле это для них, это тоже их подвиг. В этом смысле этот проект делался всеми вместе. В этом отношении и Тесак, при всем его взглядах чудовищных, при всем его том, что он делал, акт того, что он понимал внутри сговора, и понимали, и ученые, которые на это смотрели, и Тесак, который делал, что мы показываем, мы открываем этот механизм страха, механизм уничтожения, механизм этих прав, механизм ада. Мы видим, мы показываем, как выглядит ад, который расположен, как мы в нашем начале разговора говорили, в конкретном моменте времени, в конкретном месте. А в нашем случае, в моменте безвремени, потому что мы, конечно, не снимали исторический проект, мы снимали современных людей, которые оказались в обстоятельствах другого времени. Вы устроили репрессии на площадке, как менеджер, окей, и ситуации погружения в те самые годы. Это в отношении к свиньер репрессии? Какие репрессии? Можно уточнить, если можно. То, что я читала о проекте Дау, то, что люди, поставленные в очень жесткие условия и погруженные в атмосферу тридцатых, сороковых, пятидесятых, что люди начали писать вам доносы друг на друга. Мне? Да, 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 да. Это я пересказываю журнал «Сианс». Я не могла видеть Дау. Так. Что начали, не знаю, изменять женам, Именно только со мной, потому что до этого никто никак женам не изменял. Ужасный факт, потому что, да, это я. Если кто-то где-то изменяет своей жене, это виноват я. Но жены, которые изменяют мужьям, это не моя вина. Репрессированный мной священная свинья, миллион изменяющих мужчин, бесконечно убивающий... Послушайте, ну, никакого... Все это, все это на самом деле игра внутри некого сговора, да, в котором люди, которые готовы договариваться и сговариваться, чтобы в этой игре участвовать, договорились и сговорились и отправили себя в определенный тип приключения. Подчас очень жесткого. Но разница между жизнью и игрой заключается в платежах. Репрессии... репрессии системные, того, что у нас была модель, как бы советская модель, да, она была, но репрессии там нереальные, понимаете? Какие реальные были репрессии? проект «Дао» – это все-таки посмотреть на себя, что еще нет. во мне, чего я не знаю и не хочу знать. А Бабий Яр – это уже точно ступень, я хочу это изменить. Я хочу изменить мир. Я отвечаю за то, чтобы человек, попадающий туда, мог что-то переживать про самого себя. Вот весь смысл такого рода музеев, как мне кажется, это вот в этой, все же говорят, это банальность, never again, да? Но она на самом деле же является самой главной правдой. А как, что это за меканинь в душе человека, чтобы удерживаться от ада, в него не опрокидываться? Для этого, мне кажется, все-таки оператору нужно понимать, что он находится не вот там, а прямо вот здесь. Его может развернуться в любой момент. Это зависит от твоих очень маленьких, крошечных, незначительных выборов, которые ты делаешь. Ты их делаешь, 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 а потом ты куда-то соскальзвиваешь, где ты оказываешься. Вот этот механизм, вот это расположено в тебе и нежность, и приятие по отношению к другому человеку, даже когда он может казаться ужасным. Вот это усилие и сила любви, извините за... Вот для этого создать некий способ, чтобы это работало, чтобы человек, проходя через такой опыт, мог что-то сложное про себя чувствовать, исходя из того, какой он. В этом я вижу свою задачу, в том числе рассказывая про эту очень конкретную историю. Это же история про соседей, не важно, какой они были, национальности кто. Это история про людей и про исчезнувший мир. Был некий мир, и он исчез. Понимаете? Каждый четвертый семья была еврейская семья. Это был целый пласт культуры. Эта культура была порождающая дальше. Вот эта вся культура исчезла. Она исчезла, и теперь другой мир. А в России такой проект возможен? Я не знаю. А нужен? Я думаю, что в России нужны... Это разные все-таки страны очень у Украины и России. Это очень две разные страны. И два разных народа. Это, мне кажется, важный момент. История Юрия Дмитриев пытался хотя бы раскопать Сандармох. А теперь сел. Ну, это вообще криминальная история. Это позорная криминальная история с Дмитриевым. Но это мы даже не добираемся до осмысления этого. Мы говорим просто про элементарную фактологию. Так же, как и в Перми же закрыли этот музей и был... В Перм-36, да. Но это, мне кажется, логично. Ну, потому что очень много людей, представляющих, в общем, преступную организацию, по сути, Комитет государственной безопасности, никогда не запрещенную, не расформированную, находятся у власти. Но они же люди, воспитанные с портретами Дзержинского на стене. Как бы здесь же не работают, здесь же не приходят к власти. Пока что сотрудники не пришли к власти, сотрудники СС. Но как-то это было здесь не принято считаться. А ведь у нас-то как-то так работает. Поэтому... Но я думаю, что это тоже в какой-то момент поменяется. Но пока что это так. Но какие-то могут быть культурные проекты или не культурные. Что может на что влиять, я не знаю. Мне, к сожалению, в данную... Там деятельности нету. Никто из России ничего не предлагает. Кроме как посидеть два года, если я приеду с копией фильма «Дау». Но я не приеду с копией, приеду без копии. А фильмы я верю, что покажут. Удачи. Спасибо. Спасибо, Оля. Пригодите, приезжайте в Киев. Слушайте, с удовольствием, я специально... Я брошу все и поеду в Киев. Спасибо.